«Кузнецов, встань немедленно!» Сердитым голосом воскликнула Лидия Семеновна, строго нахмурив брови. Темноволосый сероглазый мальчик, усердно прятавшийся все это время за спиной одноклассника, вздрогнул, услышав свою фамилию. Он робко и неуверенно поднялся, боясь посмотреть учительнице в глаза. «Ты опять провалил тесты! Я никак не могу понять, чем ты занимаешься на моих уроках, где находятся твои мысли. Ты хоть иногда об учебе думаешь или о своем будущем? Кто из тебя такого непутевого получится? Дворы будешь подметать, о другом и не мечтай даже. Сядь немедленно!» После резких, снисходительных слов учительницы в кабинете географии разразился всеобщий язвительный смех. И Венька, не выдержав очередной насмешки над собой, ветром вылетел из кабинета. Вечером того же дня Лидия Семеновна, учительница географии, она же классный руководитель, собрала в своем кабинете всех родителей, где в очередной раз с холодно-непроницаемым лицом пожаловалась на Вениамина и заявила о том, что тот без предупреждения убегает с уроков. Кузнецов Вениамин один из самых сложных учеников в этом классе. Мало того, что он плохо учится и соображает, да еще и ведет себя отвратительно, подавая остальным ребятам плохой пример. «Я требую провести с этим ребенком дома поучительную беседу!» Стальным голосом воскликнула Лидия Семеновна, обращаясь огненным взглядом к смутившимся и покрасневшим родителям Веньки. Те снова извинились перед остальными родителями и самой Лидией Семеновной, обещая изменить ситуацию в лучшую сторону. Вениамин сидел дома, дочитывая заданный Лидией Семеновной параграф. Те дни, когда по расписанию должна быть география, казались Веньки самыми тяжелыми и невыносимыми. Он готов был многое отдать ради того, чтобы остаться дома в понедельник и четверг. С географией у мальчика не заладились отношения с первого урока. Многое из того, что объясняла учительница, казалось ему сложным и непонятным. Но он всегда боялся признаться в том, что не освоил тему, и попросить Лидию Семеновну еще раз объяснить. Женщина непременно воспользовалась бы возможностью снова при всем классе унизить Вениамина и напомнить о том, что из него получится только дворник. Венька гневно кинул учебник на стол и спрятал голову под подушкой. В этот момент дверь в его комнату открыли родители, которые только что вернулись из школы. «Венька», – ласково сказала мама мальчика, – «от проблемы нельзя убегать. Ее надо решать, сынок». «Мама, Лидия Семеновна меня ненавидит и постоянно смеется надо мной. Из-за нее одноклассники меня дразнят дворником», – впервые пожаловался матери Вениамин. Женщина заботливо прижала готового в любую секунду расплакаться мальчика к груди и стала его успокаивать, говоря нежным и ласковым тоном. «Не переживай, мы с этим справимся, ты будешь лучше всех разбираться в географии, и твоя учительница однажды скажет тебе, что ты большая умница». На следующий день во время классного часа ученики обсуждали тему будущей профессии. Лидия Семеновна еще неделю назад дала ребятам задание подумать о будущей профессии и поделиться с одноклассниками своими мыслями, надеждами и мечтами, касающимися выбора жизненного пути и специальности. Когда очередь дошла до Вениамина, он, воодушевленный предстоящим рассказом, гордо вышел к доске и признался одноклассником в том, что хочет стать врачом, чтобы помогать людям и спасать их жизни. «Ты врачом!» – в изумлении воскликнула Лидия Семеновна, а потом звонко захохотала. Вслед за учительницей засмеялся и весь класс. Вениамин готов был провалиться сквозь землю от стыда. Лидия Семеновна на этом не остановилась, она продолжила оскорблять ребенка. «Не смеши меня, Кузнецов, из тебя врач, как из нашего охранника Давида Андреевича-космонавт. С твоими знаниями, умениями и потенциалом ты можешь рассчитывать максимум на работу скромного дворника». Венька на этот раз решил не сдаваться, не убегать со склоненной головой, а противостать учительнице. Он перед всем классом поклялся себе в том, что и географию он освоит, и врачом хорошим станет, когда придет время. Вернувшись домой, Венька попросил родителей найти для него человека, разбирающегося в географии, чтобы мальчик мог с ним регулярно заниматься. Родители, обрадовавшись инициативе сына и его желанию исправить оценки, тут же принялись искать для Веньки репетитора. За год усердных занятий с преподавателем географии Вениамину удалось изучить все пройденные темы, теперь контрольные не казались ему непреодолимой задачей, как и тесты, которые составляла Лидия Семеновна. Но Венька не спешил показывать учителю свои умения и приобретенные знания. Он хорошо осознавал тот факт, что Лидия Семеновна всегда найдет повод и причину снова унизить или язвительно подшутить над ним. Вениамин относился к неоправданно строгой и несправедливой учительнице с таким же пренебрежением, как и она к нему. Когда пришла пора прощания со школой, Венька облегченно вздохнул – скоро у него начнется новая жизнь, где не будет места плохим школьным воспоминаниям. Но Лидия Семеновна не упустила шанс в последний раз унизить Вениамина и показать свое отношение к нему. На выпускном вечере учительница прощалась со своими учениками и вела с ними задушевную беседу за праздничным столом. Класс во главе с Лидией Семеновной вспоминал школьные годы и яркие моменты, связанные с учебой. Лидия Семеновна повернулась к Вениамину и сказала «Вениамин, в любой профессии важно быть достойным, поэтому я желаю тебе быть хорошим и трудолюбивым дворником. – Думаю, что ты с этим справишься на отлично!» Вениамин молча встал и вышел, раздираемый злостью и обидой. Он посмотрел на темное безмолвное небо и сказал себе «Вы еще вспомните меня, Лидия Семеновна, и я вам о себе еще напомню». Вениамину удалось поступить в известный в стране медицинский институт, о котором мечтал долгие годы. Он был прилежным, талантливым студентом, чьими знаниями, целеустремленностью и трудолюбием восхищались все, включая опытных преподавателей. Юноша пользовался авторитетом и уважением среди однокурсников. После окончания института он продолжил обучение в другом городе и занялся накоплением бесценного профессионального опыта. Статьи Вениамина и его серьезная исследовательская работа были опубликованы в научных журналах и по достоинству оценены в медицинской сфере. Спустя несколько лет Вениамин стал талантливым хирургом, пользовавшимся уважением среди коллег. Однажды ночью в больницу на скорой привезли мужчину лет шестидесяти, находившегося в тяжелом состоянии после разбойного нападения. Это произошло в ту ночь, когда дежурил Вениамин. Ему удалось спасти жизнь невезучему незнакомцу, который получил множество смертельно опасных ножевых ранений. Вениамин до самого утра не отходил от пациента, самостоятельно делая все жизненно важные процедуры и постоянно контролируя его состояние. Утром хирург был изрядно вымотан и изможден, но покинул реанимацию он со спокойной душой и чувством выполненного долга. Дежурство Вениамина подошло к концу, и он уже собирался уходить, как в коридоре его кто-то окликнул. «Вениамин Кондратьевич», – раздался за спиной мужчины женский голос, который показался ему очень знакомым. Вениамину понадобилась всего одна секунда, чтобы, обернувшись, посмотреть на женщину, окликнувшую его, и понять, кто это. Перед ним стояла Лидия Семеновна Селезнева, его бывшая учительница и классная руководительница, человек из-за которого Вениамин, будучи ребенком, не раз плакал. Мужчина сразу понял, что Селезнев Илья Иванович, которого он прошлой ночью спас, никто иной, как муж Лидии Семеновны. Вениамин мысленно вернулся в прошлое, в те дни, когда учительница географии всячески унижала и принижала его достоинства. Он так и не смог забыть то, как Лидия Семеновна посмеялась над его мечтой стать врачом. А сейчас, спустя много лет, эта когда-то сильная, самоуверенная женщина стояла перед ним в слезах, трясущимися от страха руками. Но Вениамин не чувствовал по отношению к бывшей учительнице ненависти, он давно научился побеждать это разрушительное чувство. — Вениамин Кондратьевич, — мягко начала Лидия Селезнева, — у меня не хватает слов, чтобы выразить мою благодарность вам. Вы спасли жизнь моему мужу, вы ангел, которого послал нам Бог. — Ну что вы, Лидия Семеновна, я не Бог, а всего лишь скромный хирург. Правда, дворник из меня не получился. Надеюсь, вы не обидитесь на меня из-за этого? Вы ведь так хотели, чтобы я стал дворником, — ответил Вениамин, улыбаясь. Лидия Семеновна вздрогнула от неожиданности и замерла перед своим бывшим учеником. Только в тот момент она поняла, кто перед ней стоит. Женщина заметно побледнела и нервно прикусила губу. — Кузнецов? — только и смогла она пролепетать. — Всегда ваш Вениамин Кузнецов, — иронично добавил мужчина, который после бессонной ночи еле стоял на ногах. — Я не знаю, что сказать, — растерялась Алидия Семеновна. — Скажите, что я большая умница, — ледяным голосом произнес Вениамин, вспомнив, как его мама однажды после родительского собрания успокаивала его, нежно прижимая к себе и уверяла в том, что однажды Лидия Семеновна назовет его большой умницей. — Ты, бесспорно, большая умница, — прошептала на одном дыхании женщина, все еще пребывая в потрясении. — Спасибо! Моя мать была бы счастлива услышать эти слова. — Ну что ж, Лидия Семеновна, мне пора идти. Жизни вашего супруга больше ничего не угрожает. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, и пока вы не можете его навестить. Вениамин собрался уходить, но Лидия Семеновна неожиданно остановила его, аккуратно схватив за руку. — Вениамин, я… — замялась она. — Я была не права по отношению к тебе. Ты прости меня, сынок. Вениамин взглянул в глаза бывшей учительницы и увидел в них искреннее раскаяние. Ей не просто дались слова, которые она только что произнесла. Ныне покойная мать всегда учила сына быть великодушным и отзывчивым человеком. Она была бы рада, если бы Вениамин простил учительницу столько лет, гнобившую его. Поэтому с чистой душой мужчина положил руку на дрожащее плечо пожилой женщины и спокойным тоном сказал. — Я вас прощаю, Лидия Семеновна. После этих слов он быстро попрощался с оторопевшей женщиной и поспешил домой к своей жене и детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова